Всем привет! Сегодня у нас 29 августа. Тема нашего вебинарчика. Сейчас ее специально откроем. Мы хотим запустить новый проект. Идея достаточно простая и тривиальная. Я хочу просто попытаться заработать деньги в другом для себя новом формате, назовем онлайн-арбитраж. Думаю, так все более понятно. Для меня это лично оптовая торговля. Закупаем оптом в белую и продаем в белую. То есть на привате сейчас есть сложности с отзывами. Мы как бы зарабатываем и работаем. Ждем, когда Amazon обновится и предложит нам варианты нормально получать эти отзывы без каких-либо там жестких манипуляций. И, соответственно, почему бы не заняться тем, что есть другие форматы. Мы пообщались. Сейчас человек расскажет о себе, что он делал, что может сделать. Я расскажу просто конкретно свою концепцию. Для меня лично я хочу просто небольшую сумму денег инвестировать в этот проект. Хочу, наверное, думаю, раз в неделю не получится. Отчитываться, раз в две недели будем проводить лайвы. Раз в две недели, раз в месяц. Вот так. Я думаю, быстрее мы просто не осилим, потому что параллельно делал огромное количество. Будем в таком спокойном режиме это делать. Будем проводить вот эти вебинарчики и показывать результаты. Вот. Я подумаю, какие отчеты нам будет показывать на этом аккаунте. Аккаунт. У нас есть для этого аккаунт. У меня есть партнер, который занимает Сергей Ревьюер. Он уже получил курс по обучению. То есть он там, в принципе, и так в курсе, как это все делается. Но в любом случае ему дали курс, чтобы он по шагу все это выполнял. И после этого, соответственно, человек, который будет его амкурировать, будет все это контролировать и, соответственно, говорить ему по шагу, какие результаты. Ну, что надо делать, чтобы были результаты. Мы, соответственно, будем отчитываться. То есть мы не будем со своей стороны ничего рекламировать. Идите туда, учитесь, вот это делайте. Мы будем просто рассказывать, какой у нас результат. Мне мой интерес исключительно простой. Я вложил деньги в аккаунт и хочу просто заработать денег. Именно на этом формате. Еще второй косвенный интерес для меня лично. Есть такая идея. Всегда у меня она как бы внутри меня, так скажем, долбит о том, что на дропе, на онлайне можно находить такие товары, которые я, в принципе, могу запустить в будущем сам. Их или переделать, или еще как-то. Пускай это брендовый товар, а не брендовый товар. Вот, который классно продается. Потому что мне всегда казалось, что небольшое, не то же даже преимущество, а то, что просто с другой стороны, с другого ракурса можно на это посмотреть. И я бы мог эти товары просто сам там производить и делать. Как часто это в онлайне, в оффлайне бывает. Вот, в принципе, моя как бы цель и задача. Передаю ребят вам. Рассказывайте, что вы. Как вы? Всем привет. Как меня слышно? Отлично. Отлично, да. Я могу расширить свой экран, потому что я с вами маленькую презентацию, чтобы было проще и понятнее. Информативнее всем. Давай, давай. Алексей, тогда, значит, микрофон выключаю. Еще раз всем добрый день. Не совсем понятно, если обратно связь, буду надеяться, что запись идет. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом в данном обитраже, к чему я пришел, что я прошел и насколько это сложно, возможно и что для этого необходимо. Данную презентацию я разбил на несколько этапов, чтобы было проще, чтобы было проще вам всем понятно. И начнем. Она будет состоять из 9 пунктов, которые мы с вами кратко и максимально объемно постарались открыть. Первый непосредственно блок, это непосредственно кто я. Я молодой человек, который 10 лет занимался офлайн бизнесом. За это время я создал довольно крупный бренд в своей стране, открыл свое производство и, как все мы, искал что-то более яркое, интересное, потому что производство физических товаров довольно сложный затрат на эмоциональный процесс. И я так познакомился с Private Label. За чуть меньше 3 года я реализовал довольно успешный Private Label, но главная проблематика в Private Label было очень сложно мне делегировать все процессы, так как основные процессы это все-таки онлайн, а я работал офлайн. И так как Amazon мне довольно очень интересен, я начал искать подобные стратегии. И данная стратегия, которая мне больше всего понравилась, я выбирал между онлайн-арбитражом и дропшиппингом. Мне больше понравился под моим психотипом онлайн-арбитраж, и я в него включился. За последние 10 месяцев я прошел довольно много курсов, довольно плотно работал в этом направлении. В итоге мне удалось реализовать системный подход. Вот, сейчас у меня 2 аккаунта, 2 сотрудника, и я концентрирую внимание на увеличении объема и количества вилок этих аккаунтов. Теперь непосредственно о курсе. Данный курс даст вам базовое понимание процессов КОА, и приведет до самого главного, это делегирование всех процессов затратных, которые вы будете с ними сталкиваться. Формат курса довольно простой. Формат курса довольно простой. Записаны уже готовые видеоуроки, на которые вы просматриваете в конце каждого урока. Есть домашнее задание, которое вы выполняете, и я каждое домашнее задание просматриваю, если есть ошибки, их поправляю, и мы с вами идем дальше. Основные модули в курсе представлены. Это первый мой модуль, самый главный, пояс магазинов, чтобы вас не пугало, насколько это сложный процесс, это очень легкий процесс. Главное понимать, как это делать. Следующий папа, это первичный пояс вилок, самый трудоемкий, самый нудный, на котором вам необходимо будет посадить. Человека в итоге. Следующий этап, вы как администра предначали, потом тоже вы будете находить себе сотрудника, это оценок вилок на качество и закупка. Следующий этап, довольно важный, это общение с пленцентром, выбор пленцентра. Следующий этап, который мы проходим в обучении, необходимы действия в аккаунте продавца. Дальше идет повторные закупки, необходимые программы, которые нам нужны будут для работы. Я в основном пытаюсь использовать максимально мемистические программы, где максимально идет нужная информация и не загруженная. Дальше следующий модуль, это у нас переход в ввод, логический после этого пояс сотрудников и делегирование процессов. С чем я могу вам поделиться, к чему я пришел, когда я сам учился, пытался, даже психовал, то, что поиск вилок, это самое главное в данной работе. Пока вы не разделите на два этапа, на два уровня, делегировать или масштабировать данный процесс будет очень сложно. Я для себя делю этот процесс на два уровня. Первый уровень это ресерчер, это люди, которые перелопачивают магазины, поставщиков, прайсы. И на выходе дают нам, я использую гугл документы, в определенной форме информацию о первичной вилках, которую вы уже, это уровень номер два, как администратор, принимаете решение. Благодаря чек-листам стоит данную вилку закупать, стоит какое количество и как рассчитать повторные закупки. Зачем мы это делаем? Здесь все очень просто. При данном разделении труда вам легче будет делегировать данный процесс. Следующее, вы быстро будете обучать своих новых сотрудников, потому что процесс простой, понятный. И самое главное, уровень зарплаты, вы будете заранее понимать, сколько стоит ваш сотрудник. И в случае, если происходит непонимание сотрудника, вы без проблем можете сотрудника уволить, если это необходимо, и найти нового человека. Дальше я хочу немножко пойти по поводу блока про учеников. Я хочу их разделить на три вида. Есть ребята опытные, есть новички и осознанные. Каждый из них сталкивается с практически в всех этих группах одни и те же ошибки, одни и те же проблемы. Опытные ребята, я под ними имею в виду людей, которые уже имеют опыт на Амазоне, то ли это опыт с проводлэбом, то ли это опыт с дропшиппинга. Главная проблематика, мне приходится первую неделю, вторую бороться с сопротивлением, потому что ребята пытаются постоянно внести свой опыт с других моделей и на этом этапе мы тормозим. Как только я им доношу о том, что данный опыт он сейчас больше ведет, чем помогает, люди вмещаются полностью в курс, работу, и дальше мы идем очень быстро и продуктивно. Следующая группа – это новички. Здесь другая проблематика, люди знают мало информации, много страхов, и вот этот страх и тормозит ребят на продвижение. Но я очень люблю общаться, люблю поддерживать, поэтому я всегда нахожусь на связи, всегда поддерживаю, и ребята начинают тоже по курсу продвигаться довольно быстро. И третья группа ребят – это соосновные, это могут быть и опытные новички, это ребята, как я называю, как танки. Они заходят на курс и начинают очень быстро, методически проходить данный курс, и в итоге показывают очень хорошие результаты, задают довольно очень интересные вопросы, на которые мне интересно отвечать и разбираться дальше. Что необходимо для того, чтобы пройти успешный курс? Первое, что я могу посоветовать, это необходимо выполнять все домашние задания и не перескакивать через модули. Потому что я очень сильно отслеживаю вопросы, качества, максимально подстраиваю все модули домашних заданий так, чтобы было максимально наполнено качеством, контентом, не было воды, и мы быстро, эффективно проходили каждый модуль. И чтобы вы понимали, модули – это практически не теоретическая часть, это то, что каждый день делали, бояли бы мои сотрудники данной информации. Следующий момент, который я уже озвучивал, не сопротивляться новой информации, открыться, воспринимать ее, доверять мне, потому что в данном случае сложно будет нам быстро находить общий язык. Следующий этап – не изменяйте схему под свой бывший опыт, я уже озвучил его, почему так нельзя в начале мы так и делаем. Когда вы пройдете курс, когда вы уже поймете общую схему, вы можете и должны дополнять мой опыт, улучшать его. И я буду очень рад, если вы будете в итоге делиться своими знаниями, потому что один человек не может охватить все знания, все подходы. Конечно, немаловажно это время, и самый, наверное, такой важный фактор – это выключить свои страхи, потому что ОАА очень хорошая модель, она работает, поэтому переживать и бояться не стоит, нужно просто брать и делать. Сколько нужно денег для работы? Здесь очень просто, на этапе обучения достаточно 500 долларов. Когда уже курс прошел, вам необходимо будет от 1,5-2 тысячи долларов каждый месяц на скупку нового товара, и плюс поддержка бюджета прошлых закупок. Данное по 3 тысячи долларов, мы сейчас говорим про наличие, что у вас будет работать, от 1 до 2 сотрудников. Соответственно, если у вас есть возможность и больше финансов, и вы хотите закупаться на более большую сумму, то для этого вы просто набираете больше рексерчеров, и у вас появляется возможность делать закупку на более большую сумму. Так как я хочу вас обрадовать, количество вилок, количество поставщиков, огромное количество, и на сегодняшний момент я пока вижу огромнейший потенциал в данной модели. Основные сложности в УА, с которыми вы сталкивались, наверное, и сейчас сталкиваетесь, с чем я сталкивался. Первое, нет системы, нет системы, нет понимания, и через какое-то время вы забрасываете данное направление, потому что оно очень рутинное, я для себя УА воспринимаю как математику обычную. Здесь нет никаких эмоций, нет никаких чудес. Это обычная математика, где вы понимаете, что часы, умноженные на подъемкость вашего сотрудника, небольшая простая система дает в итоге через месяц определенный результат. Если вы хотите его улучшить, вам нужно либо сопротивление для поиска вилок, либо найти новых дополнительных сотрудников. В продолжении этого разговора нет сотрудников, соответственно, самостоятельно очень сложно выйти на хороший результат, на большой объем, мне не получилось. Поэтому я стал разбираться, как же это диригировать и прийти к интересным показателям. Третий, очень важный момент, завышенного ожидания в начальном этапе, потому что вы должны со мной пройти определенное время, опыт, чтобы наработать методику, наработать практику, после которого у вас придет хорошая динамика, потому что вы должны понимать, в какую точку нужно надавить, какое плечо применить, чтобы был рост. Ну и последнее, как я уже повторюсь, но на самом деле внутренние страхи, они очень часто мешают в любом бизнесе двигаться вперед. Ну на этом как бы о себе, о курсе, о моем понимании вкратце я рассказал, чтобы не занимать много внимания, поэтому слушаю ваши, может, вопросы Дениса, Сергея. Давайте тогда сейчас Сергея сейчас еще послушаем, потому что Сергей у нас как раз тот основной участник с моей стороны, кто в этом отношении будет участвовать и которого будут вести на результат, так скажем, и который будет нам рассказывать свои впечатления и свой реальный результат, то, что он у меня получилось. Сергей, ты расскажи, ты уже сколько там этим занимаешься? Да, пока что только приступили, поэтому я могу сказать, что обратная связь от Алексея присутствует регулярно, то есть видео записано по блокам, все доступно. То есть если бы я это бы попал бы, когда только познакомился с Амазоном два года назад, то я бы, конечно, хотел бы с полными шутками эти вилки, а так оно время затратно, но в основном это время, конечно, взять эти вилки. Сейчас какие планы у нас, Сергей, у вас? Что вы сейчас будете делать? Сейчас мы сходим, отбираем вилки, в магазины, вилки, согласовываем. Дальше делать техники, главное, то есть сейчас привести к общему знаменателю, там созваниваемся регулярно, пишаем вопросы. Через две недели, короче, расскажешь, что у нас получилось за две недели. За какой период времени ты прогнал и какое количество блоков? Да, это блоки там появились, я говорю, что, как Алексей правильно говорит, что перешагнуть, то не будешь ты одно и то же, грубо говоря, смотреть, что ты считаешь, что ты понимаешь. Но в то же самое время, основная работа во время это вилки и пластички, то есть в таком случае. Для меня как бы интересно для самого как с ритейла, это найти хорошие вилки, потому что, ну, верно, и два. Ты знаешь, как мы до этого возили, и другие моменты. Вот, например, как с ритейла, чтобы по делам покупать. Да, Алексей, поделись, как ты видишь по инвойсам, потому что, думаю, еще много интересуют инвойсы. Да, по поводу инвойсов, ну, я, ну, только то, что я как знаю, понимаю, любую я делюсь информацией, инвойсы я для себя поделил, ну, как все делят на два типа. Первый тип – это ритейл, второй вариант – это опыта. С ритейлом лично для меня ходит очень много слухов по поводу банов, неподходящих инвойсов. Первое, что я могу озвучить – за 8 месяцев работы в онлайн-дитраже я начинал с ритейла. У меня, к сожалению или к счастью, ни разу не запросили инвойс, но работа с нишевыми ритейлами, они при покупке товара предоставляют инвойс полностью на ваше имя. Другой вопрос, зная Амазон, он может, ему не понравится запятая, какая-то строчка, и, как бы, возникнет вопрос. Но, насколько я понимаю для себя по поводу инвойсов в ритейле, возникают вопросы. Основная проблема, когда мы занимаемся уже администрированием вилок, ребята, многие, они понимают слова идентичности. Очень часто, 90% происходит проблем, что человек заходит на листинг, он не видит что-то, он состоит из трех единиц того же товара. Это может быть бандл, это может быть совсем другой товар, но похожий. И вот это, если человек не понимает, я об этом рассказываю очень плотно, и постоянно, как бы, главное правило, что если есть сомнения о соответствии товаров, то данную вилку в работу вы не берете, пока вы не наберетесь опыта. И вот, как бы, это, что касается ритейла. Я работаю с ритейлом уже 8 месяцев, вопросов не возникает, инвойсы есть, будет какая-то у меня другая информация, лично моего опыта поделюсь. И второй этап – это опт. Да, там действительно намного все проще, но, опять же, если вы будете покупать товар не идентичный, то инвойсы вас не спасут. Но инвойсы предоставляют вам, если вы работаете напрямую от поставщика, с поставщиком оптовым, вам предоставляется инвойс напрямую. Многие начнут работать в опте через посредников. Посредники, нормальных посредников их достаточно, они официально покупают товар, официально покупают на ваше имя. И уже Amazon принимает инвойсы в случае требования, выписанные вашим посредником. Чаще всего это является еще прем-центром. И самое главное, проверяли, есть бренды, есть категории, где требуется, чтобы зайти открытие. Инвойсы для открытия так же самое подходят от вашего поставщика. Поэтому с инвойсами я работаю там и там, проблем нет в опте. В ритейле я тоже его не вижу для себя. Но если люди, которые проходят у меня курс, я звучу очень просто. Ритейл нужен для того, чтобы за быстрые и небольшие деньги полностью освоить процедуру. А дальше, если вы переживаете за инвойсы, вы переходите в опт, где этот вопрос закрыт, раз и навсегда, на сегодняшний момент. Что, Сергей, еще скажешь? Ну, я, ну вот, будем осваивать это все. Потому что, как бы, там, свои есть моменты, как оно будет по факту. Потому что, насколько я знаю, что очень много бывает, инвойсы запрашивают, когда товары аутентичны, и нет жалоб на качество товара, и все. То есть, инвойсы запрашивают. Ну, будем все смотреть. Мы уже много чем торговали. Как оно будет по факту. Главный вопрос это инвойсы, да, оно, что остается открытым для всех. Ну, главное, будем находить сейчас вилки, это все вести, и инвойсы. Ну, то, что у нас аккаунты еще довольно-таки... Сколько ему? Два года, ты не помнишь? Ну, где-то, вот, два ему аккаунта. Потому что, смотри. Вот, поэтому, может, из-за этого будет задеяться, что меньше будет сложности. Будем отталкиваться от факта, к чему мы придем через 2-3 недели. Вот, как я вижу. Какая сегодня маржа ВОА? На что можно рассчитывать? Да, на среднее, ну, средняя рабочая маржинальность это 35-40%. Ну, скажем так, от которой я талкиваюсь, с которой я работаю. А вот поделитесь тоже, Алексей, с каких вы, допустим, начинали ниже, да, когда вы только заходили в ВОА? Не секрет, я проходил обучение, и преподаватель находился на этот момент в категории ПЭЦов, и я с ПЭЦов перестартовал. Я в ПЭЦов также и остался, потому что довольно хорошая категория, мне она нравится, огромное количество брендов, товаров, маленьких, не очень дорогих, куча брендов, которые знают американцы и покупают ее вольствие. Ну, вот. Ходят слухи, что там в ПЭЦов большая конкуренция, но она везде есть, все зависит от бренда, я не вижу проблематики находить вилок в ПЭЦах. Дальше я зашел в категорию в МатКитчен, там тоже потихоньку, потихоньку работаю, но так как изначально зашел в ПЭЦ, как-то в ПЭЦ мне ближе. Не знаю почему, в МатКитчен тоже есть товары, тоже закупаю. Ну, как я начинал с ПЭЦов, там и как бы основной упор делаю туда. Параллельно присматриваюсь к категории инструменты и офис. Ну, как бы, ничего военного, секретного здесь нет. Ну, да, что вы скажете по поводу игрушек, да, вот у многих сейчас аккаунтов, да, ну, которые оплывали на продаж игрушек в этом сезоне? Ну, вот я на самом деле категории, которые для меня, так и называю, повышенного внимания, я пока еще считаю себя очень молодым, да, направлением, я не планирую в ближайшее время туда заходить. Потому что все-таки игрушки, это дети, это дополнительные, возможно, не только инвойсы, сертификаты, возможные проблемы, потому что игрушка есть игрушка. В общем, игрушки, как бы для меня сейчас этот вопрос закрыт, мне неинтересен. Такие же категории на сегодняшний момент, как бьюти, одежда, украшения, тоже неинтересно. Да, есть ребята, которые ее освоили, зарабатывают, но я пока работаю в простых, сейчас две категории, еще две на подходе, у меня не хватает работы, вилок, не чувствую я себя смещенного. Народ спрашивает о А в цифрах, как есть на самом деле. Ну, цифры очень простые, у меня сейчас на А А два аккаунта, первый аккаунт у меня, я уже озвучивал, моя стратегия, я не хочу на одном аккаунте на сегодняшний момент держать больше, чем в обороте 10 тысяч долларов, знаю все эти случаи, поэтому первый аккаунт, которому сейчас уже почти 7 месяцев, оборот составляет в районе 8-9 тысяч долларов, соответственно, моя маржинальность плюс-минус 33-36%, второй аккаунт сейчас набирает обороты, там порядка от 3 до 4 тысяч оборотов. Главная проблематика, на чем я столкнулся, это то, что я сам понял, что я не смогу расти, и я основной там 3-4 месяца занимался тем, что я вот именно разрабатывал систему герегирования, оцифровки, найма сотрудника, потому что я вот, по сути, 5 месяцев работал сам, при этом я имею рабочую модель ПЛ, которая тоже немножко задрала мне. Есть у меня СИЯ, которая тоже требует моего внимания, поэтому по поводу роста я отозвучивал, что на сегодняшний момент, что я вижу у себя лично, один сотрудник-два сотрудников ресерчера могут наработать вам вилок в опте где-то в районе от полторы до трех тысяч долларов в месяц на закупку новой. Есть еще проблематика, некоторые мне спрашивают, насколько долго живут вилки, если правильно оценивать с листьем, то вилка живет довольно, не знаю, 6 месяцев, полгода. У меня первые вилки, по которым 7 месяцев, они до сих пор прекрасно живут, и все нормально. Ну все, товар зависит, понятно, насколько он стабильный просто, да и все. Так, значит, а бренды на самом деле они стабильные. Ну, по Европе и по Америке, я думаю, разницы ты не знаешь, потому что в Европе ты не торговал. Да, ну, сам подход поиска, я сомневаюсь, что чем-то отличается. Там только вопрос, я так понимаю, первый момент, это сам аккаунт, потому что с Европой не так все просто, и второй момент, закупка в опте в Европе, как это правильно делается юридически. Ну, я не знаком, я не сталкивался. Как регистрация бизнеса может повлиять в США? Ну, я так думаю, это американский аккаунт вообще. Слухи ходят, что привилегии есть большие в американских аккаунтах. Ну, как бы я, честно говоря, если я в живую пообщался с человеком, который действительно, ну, это сказал не на уровне слуха, а вот по факту, то да, потому что, вот я смотрю, аккаунт у меня, когда-то из Украины, первую, которому 8 месяцев, за счет того, что у меня было всего лишь за эти 7 месяцев 10 возвратов, то он, я просто интересно проверял, у меня категории, которые закрыты бренды, они открываются даже без инвойства. Метрики хорошие, а Амазон на самом деле больше любит метрики, чем, ну, как мне кажется. Понятно. А пока, чем что-то другое. Ну, на самом деле, это не так, потому что точно американский аккаунт есть в категории товаров, которые просто только американский аккаунт могут торговать. Ну, по привату, по привату, по крайней мере, такое, я думаю, в онлайн-арбитраже все то же самое. Так, двигаемся дальше. Ну, я не знаю, вот это, может ли вы назвать препы, которые дают инвойсы. Мне кажется, это уже такая, мы больше здесь, так скажем, идем в направление максимально белое, я так понимаю, из-за этого мы инвойсы берем, именно там, у кого покупаем. Конкретно препы не буду, но я вам скажу, что забейте в Facebook, не знаю, там, в Google, в Telegram, в премцентр, США, вы удивитесь, что список будет очень огромнейший, начиная с американских компаний, заканчивая нашими сообщественниками, которые находятся в США, официально есть фирмы, этим занимаются. Это не проблема, на самом деле. Ну, учитесь искать информацию, не бояться общаться с людьми, узнавать и пробовать. Не, ну, я так понимаю, в любом случае, про инвойсы, прием-центры, это такие более серые схемы, так скажем, здесь никто тебе в цве так не скажет. Не, на самом деле, это все официально. Если человек действительно зарегистрирован как фирма для полупродажи, у них уже у нас есть эти зоны, правильно, то он официально покупает как оптовик и официально вам перепродает. Хорошо. Все делаются законно и на основании этого он регистрирует себя на Амазоне и его инвойсы Амазон воспринимает как честное и правильное для нас. Какие программы используются для поиска вилл? Платные, бесплатные? Никаких программ не используются, только человеческий труд он самый эффективный, потому что есть программы, их достаточно много, я многие пробовал, качество вилла, который находит человек ручками и глазками на порядок выше. Единственное, сейчас, опять же, в опте есть интересная тема, я сейчас ее тестирую, не многие оптовики, но часть оптовиков, у них нет сайтов, у них есть просто прайс-листы. И с прайс-листами есть программы, которые их быстро обрабатывают и ищут на Амазоне. Сейчас сейчас тестирую, но в чем проблематика, есть прайс-лист, где может находиться до 40-100 тысяч номинований товаров. Человеку это сложно сделать, программа это может просканировать в течение 5-10 часов и выдать вам информацию по поводу вилла, крои. Вот я сейчас тестирую, мне интересно, насколько качество и скорость этих программ закрывает, потому что человек находит, там основная проблематика, что эта программа все равно ищет товары по UPS-коду, по коду, который должен быть на Амазоне. Все многие знают, что очень много лейсингов создают с UPS-кодами производителя. Следующий вопрос. Часть всего прочитаем. Сергей спрашивает, можно подробнее стать такой маржа здесь в вашем понимании? Ну, то есть конкретно чистый доход в конечном итоге я так понимаю, хотят услышать. Потому что маржа 30%, рой, вот это вот все. Сколько можно заработать первое? Да, я маржу не говорю, я сказал рое, ну, после согласен, что есть большая путеница в нашем понимании в американском, что я понимаю по слову рое. вот приложенный в том, грубо говоря, 10 тысяч долларов, я чистыми приложенный 10 тысяч долларов зарабатываю сверху 3000 долларов. Соответственно, я считаю, что рое составляет 30%. Естественно, из них мы должны увеличить зарплаты, какие-то внутренние связанные с аккаунтом, с программами, тогда мы получим теоретическую чистую прибыль. Вот в моем понимании, что такое рое. Понятно. Так, дальше. Категория ПЭТС это животные спрашивает. Ну да, я думаю, животные. Да, это все с товаром животные, это огромнейшая категория. Как обстоят дела с арбитражем при закупках, например, из Китая? Изначально мы работаем только с товарами в Америке, потому что вопрос инвойсов и подделок никто не отменял, и самое главное, покупая товары в США, вы гарантированно покупаете брендовые официальные товары, потому что есть, я знаю, схемы, когда ребята открывают те же игрушки, да, проблематика есть, открывают через окт, там, и подобные бренды, и потом начинают тягать из Китая на открытый риск, там пропадет. Ну, это нормальная наша схема. Наша схема родная. Да, всегда аппетит рождается во время еды, сначала заработаешь, работаешь в белую. Мы же не говорим, что мы всегда будем работать в белую. Мы говорим, что мы хотим работать в белую. Вот, так что у нас цели и задачи наши определены. А куда нас заведет эта кривая дорожка, мы не знаем пока. В общем, я с Китаем не работаю, никого не отговариваю, потому что количество, опять же, люди просто не понимают качество брендов в США, а не просто, ну, не знаю, миллионы, как бы, ну, просто. Схем полно, да, действительно, достойных товаров, и также американцы пытаются продавать, и все остальные можно, наши услуги, может быть, кто-то действительно так продвинется, что спокойно сможет свои услуги продавать в плане продвижения и продаж чужих товаров, а не только своих обязательно. Рэнтс, я в этом никакого не вижу, мы сами рассмотрим эти варианты. Так, дальше идем. А, имеется в виду по программам? Да. А, имел в виду программы для анализа вилок типа Кипа, то есть, какими программами? Да, все, я понял. Действительно, для анализа листинга мы с вами используем две программы, я люблю максимально, чтобы это было бесплатной программой, в данном случае это совпадает. Мы все любим бесплатные программы. Все? Все любим бесплатные программы. Первая программа, я использую FBA-калькулятор на определенном уровне для быстрого просчета и вторая, самая главная программа, мы пока объяснём без рук, это Кипа однозначно, освоив Кипу, вы буквально за пять секунд понимаете вообще, что происходит на листинге, продаже, в общем, Кипа это... Ну, Хеллиуман, в принципе, он тоже самый показывает, по большому счету, если я об этом думаю. Я как бы не Хеллиуман именно как Кипу не воспринимал и разбирался, говорить не буду, но именно Кипа это как бы, ну... Понятно. Ничего, короче, ничего такого особенного нет, есть обычные стандартные программы, которые пользуются и на привателе, и на онлайне, все одним и тем же. Так, сколько вы платите, ну, то есть, примерно заработная плата будет зельщина, ежемесячная и по плану, примерно, то есть, сколько человек должен принести денег, чтобы ему что-то заплатить? Какая сумма? главный момент мы делим на два этапа, это ресерчеры и администратор, про администратора говорить не буду, потому что сейчас у меня только человек проходит, я его тестирую, суммы тоже пока непонятны, я пока сижу на администрировании. Ресерчеры, с учетом, что это довольно простая, такая примитивная работа, я набираю ресерчеров удаленно, 6-часовой рабочий день, 5-дневка, в Украине у нас на эту операцию я без проблем нахожу, в основном, это девушки, сразу хочу озвучить, потому что они больше воспринимают и качественно на работе, это порядка от 150 до 250 долларов в месяц. Сколько времени они в день тратят? 6-часов. Блин, за такие бабки сложно будет найти. Нет, на самом деле не сложно, не пылю фишку, на самом деле кто этим занимается, многие знают. ну я это слышал, эти рассылки, это понятно, это 150. на самом деле категория, кого мы ищем, это женщины, находящие декреты, которые физически в ближайший год-полтора-два они не могут выйти, скажем так, далеко от ребенка. Ну и понятно, из серии слепо-глухо-немой капитан дальнего плавания. А работать человек хочет, поэтому как бы мы друг друга дополняем. Хорошо, понятно. Так, значит, мкостя собака.gmail.com у нас есть слева внизу микрофон. Я уже включился, я слушаю близкостно. Давай, задавай вопросы. Да, Леш, по поводу, я там три вопроса задам. Значит, первый вопрос по поводу программы. ревселлер не упоминает один из самых сильнейших инструментов. опять же, задачи какие? Мне, допустим, ревселлер не нравится первая причина он платный, но опять же, я шучу, а второй момент это принципиальный вопрос у некоторых людей, это не зря. Поверьте мне, я покупаю программы, сумма не важна, мне главная эффективность. Первый момент, программа должна выполнять свою функцию, иметь минимальное количество информации. Ревселлер очень сильно перегружен для меня. И ревселлер это уже такой уровень администратора, он нам не нужен. у нас ресерчер, это просто, что вы понимали, для ресерчера, сотрудника у меня есть 4 параметра. Простые, примитивные, это безобразие, как я рассказываю всем своим ученикам, что когда я устраивал схему делегирования, я проверял эту схему очень просто. У меня есть старший сын 12 лет и моя мама. Вот я сказал, что если моя мама и мой сын сможет повторить качественно данную работу, значит ее повторит любой человек. Вот, собственно, так я и проверял эффективность. Поэтому я ревселлер никак не поменьшаю, он просто не нужен. Вот мой ответ. Ну, я ревселлер помню, Крайсберг им пользовался, да? Все время там. Ну, это вообще на самом деле это безумно. Я пользуюсь ревселлером уже там около двух лет. Честно говоря, мне вот опять-таки ревселлер там удобно видно. касательно АМЗ Скаута, ИВГЕ Калькулятор крайне сильно брал одно время, сейчас я не знаю сколько, потому что я принципиально не перестал смотреть по нему, да. То есть ревселлер показывает конкретные питомнии, которые непосредственно вытягиваются из Амазон Калькулятора, а не непосредственно Амазон. Более точно короче, да? То есть оно сто процентов точное. Во-вторых, мне кажется, что ревселлер это максимально удобный способ просчитать прибыльность с одной продажи, потому что ты туда внес непосредственно всю суммарную себестоимость и все, и оно непосредственно просчитывает. ИВГЕ Калькулятор просчитает, вопрос как он это просчитает, насколько коряво и насколько это будет правдивно. Ну, по поводу качества просчетов мы потом с вами, когда я этим занимаюсь, вы все равно вручную пересчитываете по факту, потому что невозможно до 1% погрешности посчитать, потому что есть вещи, которые все равно накапливаются. Вы проверяете себя. Это раз. Поэтому ИВГ Калькулятор за последние 8 месяцев ни разу не давал сбоя. Это по поводу может быть до этого как-то он к себе ввел. По факту я могу отвечать за себя. 8 месяцев я извиняюсь перебью, готов поспорить. Январь, февраль это был, по-моему, пик. вреда, который бы давал это самое. Ревселлер показывает 5,27, а вреда... Мы про ФИ говорим, да, сейчас? Мы сейчас для спор проще решить. У меня просто есть ребята, которые тоже пользуются ревселлером. Я всегда говорю, что если есть вопрос в спор, покажи мне лист, на котором ФБАк показывает неправильно, а ревселлер правильно. Если попадется на глаза, покажу обязательно. Поэтому не забит, но я всегда люблю факсов. вопросов нету. Вопрос следующий. Касательно инвойсов. Да. Сколько предцентров на данный момент приходит в голову, которые могут выписать инвойс клиенту? Мне приходят 5. Амазон 5. Это все русскоязычные? Ну да, мы работаем. Я работаю с русскоязычными, потому что у меня с английским языком очень плохо. Ага, прикольно. Значит, вопрос в чем? Что из фребцентров, которые русскоязычные, которые на текущий момент есть, один, единственный есть, который может выписать инвойс, и Амазон его примет, потому что этот фребцентр, скажем так, внесен в базу. Это один-единственный фребцентр, который есть. Значит, вы что боитесь? Хорошо. Ну, если вы можете назвать имена, я могу назвать какой-то фребцентр, несмотря на то, что я владею... Я так понимаю, что вы сейчас говорите о Федоренко. Да, про Валентина. Да, Валентина. Я вас уверяю, что за год с чем-то количество людей, которые подтвердили и занесли себе базу Амазон, стало чуть больше. А вы можете назвать кто? Мне просто интересно. Ну, я не хочу в данном случае информацию озвучивать в паблик, потому что есть проблематика, я работаю еще с двумя прем-центрами по опту, то, что люди набегают, у них начинается проблема с тем, что люди делают заказы и потом их не оплачивают. Поэтому, это вопрос поединенный. Если вас лично будет интересовать, я вам исполняю, скину контакты, пожалуйста. вопрос третий, касательно тех же инвойсов. Товар выкупается на Walmart и Target. Вопрос на ваших книг, выкупается товар на Walmart и Target. Для меня это не ритейли, не специфическом, тематическом. И Walmart и Target это большая барахолка. Ну, не барахолка, а супермаркет. Поэтому, это не инвойс. Я просто к чему? К тому, что у меня нету цели где-то дискредитировать информацию. Моя задача просто, чтобы не было такого недопонимания, потому что негатив будет опять-таки в вашу сторону направлен. Однозначно. В плане, что предцентры даже если те, которые могут выписывать инвойсы, они не могут выписывать, точнее, они не на все категории товаров могут выписывать, и не на все бренды могут выписывать. Просто вопрос в том, что вы сейчас говорите, что предцентр, там есть пять штук предцентров, которые без проблем выписывают инвойсы. Без проблем они выписывают инвойсы только на те товары, которые они купили у оптовика. Это раз. Мы сейчас говорим про реальные товары, купленные в оптовом магазине этим посредником, который потом в итоге подает нам на наше имя и фамилию в нашем аккаунте и наверняка есть категории я озвучивал которые даже купить не сможешь я озвучиваю гарантирую то что я работаю в категории петсов категории home kitchen рассматриваю офис и инструменты остальные категории но я не могу за все отвечать данная схема понятно официальный автовик я делаю размещая заказ у посредника он официально покупает от всего там или какая деятельности привозит к себе после этого официально продают мне и фамилия указана на моем аккаунте amazon и после этого amazon является представителем без проблем принимает войс и для открытия если необходимо и в случае запроса о чем я говорил интересно просто твои теле но он свет процент пишут имеет реселлер сертификат смотри вниз наличие реселлерсов и реселлерсов это ничего не дает и я кстати тоже чтобы было понятно бюджет и туда слушать не наличие компании наличие реселлерсов сертификата по сути извиняюсь за грубость ни хрена не дает упали потому что потому что зато опять таки вот есть такие люди я просто извиняюсь немножко нарушают презентации курса да не 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 нормально нормально большинство людей почему-то себе вдолбило в голову что у них будет компания в америке у них будет резал сертификат они напишут 150 поставщикам по имейлу и все 150 поставщиков пути хорошо 140 поставщиков напишут вам каким-то работать ни хрена подобного нет такого во-первых с поставщиками надо созваниваться в первую очередь на имейлы они в принципе не отвечают потому что имейлы на отмахайся пишутся чаще всего именно созваниваться и не один раз и не один раз уговаривать дальше рисал сертификат тоже никаких привилегий за компанию далеко не дает потому что он не открывает абсолютно дорогу компания тем более там сама по себе компания никакой ценности не представляет и опять таки дальше говоря про amazon вы сами себе 8 выпишите и никому там если я даже слышал по моему самый большой бред который я слышал кто-то выдвигал такую версию что можно открыть себе компанию в америке и выписывать и делать клиповые инвойсы типа от имени компании то есть по поводу вообще вокруг вот этого американского юридического лица и ресурсертификата столько много мифов люди просто на что-то запускаются честно не понимаю я так понимаю вот давай сейчас упростите я человек который никогда этим не занимался свою как бы стратегию я объяснил то есть свою цель и задачу просто нивелировать риски и расширить свой так скажем диапазон я в этом не разбираюсь я понимаю для того чтобы торговать товаром нужен начинают этот сертификат реселлер но для того чтобы торговать и получать эти инвойсы надо еще разрешение от этих брендов пути правильно то есть каждым надо провести переговоры и обосновать почему они мне должны дать этот продукт официально торговать где я буду торговать я буду предоставлять да я должен быть дистрибьютором дилером там я не знаю там эксклюзивном или региональном я должен показать свои каналы сбыта где я буду продавать и товар правильно то что есть например я скажу я хочу торгать на мазоне скажет извини братан у нас есть на мазоне вот это кстати и то что я забыл сказать если сказать поставщику что хочешь продавать на амазоне процентов в 70 поставщиков от секса потому что они не хотят вообще да потому что там подделок куча и доверие не вот значит я все правильно понимаю то есть вот написан сергей пишет без рисунок сертификата компания не имеет права продавать вам товар это первое условие это первое но не самое главное условие там очень много например если я работаю с поставщиком без реселл сертификата во-первых не факт или он согласится работать и во-вторых он еще будет собирать с вас селл старт реселл сертификат по сути он не то чтобы дает право этот он просто делает вас как ну от названия реселлером и просто вы появляетесь очередным звеном да перед конечным потребителем то есть суть какая что поставщик ну только тот у кого-то у кого оптовик у которого вы покупаете он с вас селс такс не берет потому что вы предоставляете ему реселл сертификат показываете что вы перепродаете дальше потом в этот товар берете перепродаете конечному потребителю и уже после этого непосредственно собираетесь с него этот реселл сертификат вообще на самом деле он для учета и оплаты селс такс идет начнем с этого ну налоги платить конечно да опять таки люди говорят силы реселл сертификат геморрой не будет а геморрой еще будет дополнительно какой-то надо селс такси посыпать вот почитайте в интернете чтобы не вытратив в фейсбуке достаточно тем поднималась по поводу селс такси никакой конкретики до сих пор нормальный ну селс такси это вообще беда просто в америке в америке вообще на прямо никто не понимает как его платить пока но это же самое что с отзывами такая же история просто должен это amazon выстроить эту систему мы не понимаем где мы продаем свои товары куда я могу знать каком куда он отправил в какую там на правильное мы на каком регионе ну просто я не знаю какой штат и на продавцов вообще на это принципе забивают они не достигаются те возможно там серьезно ответ ну об этом разговор амазон такая корпорация которая должна соответственно по идее ну так как другой страны они настолько халатно относится к своим партнером виде продавцов что блин пик узнает может они действительно делать ничего не будет ну было бы идеально если бы амазон это сделал как они сделали со штатом Вожентонной штатом Родайвен ты помнишь еще третий штат то есть когда амазон за тебя собирается устать и непосредственно передает эту налогу ну а это логично непосредственно штат и все это самое лучшее было бы но почему там амазон не спешит это делать амазон вообще очень сложно ничего я не знаю что они спешат сделать если честно у них наверно там цели и задачи совсем другие они дойти до триллиона спешат ну да да у них цели и задачи совсем другие то есть они бороздят космос мы все тут по земле ползаем как червики для них это сто процентов как вопросы да тут опять же еще раз говорю у всех есть возможность голосом задать вопросы некоторые я могу пропустить так что задавайте голосом микрофон можно включать так ревселлер уже скинули я ревселлером пользовался тоже как калькулятор и как бы с как бы с реран чтобы сверху смотреть было удобно просто ревселлер чем удобно то что ты заходишь и ты сразу на листинге видишь всю информацию которая наверху прямо да потому что там и размеры и вес и объем и тип размера и асен и парент асен и количество конкурентов все в одном месте сразу ты не надо бегать знаешь по листингу смотреть кто кого где как и так далее сразу в одном месте все видно все там принес себе стоимость учетную прощит я понял ну я как-то узнаешь вот он меня тоже эта программа мимо меня прошла я как-то без нее обходился и да да мне как тут она у меня повисела повисел и посмотрел я даже рефералка на нее есть то есть мне там кто-то ее покупал даже через меня вот как-то не знаю так 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 туда же как-то классный вопрос вот такие вопросы всегда но как же тогда почти вся украина работает белоруссии россии казахстан и молдавил когда вы переваливаете за определенный оборот на вас уже немножко по-другому смотрят то есть не стоит равняться на всех согласен согласен нормально вваливает у них все с этим делом и вот у меня такой попутный вопрос автору курсом но все всегда было интересно если человек занимался и вот лейблом то какой смысл скатываться до арбитража потому что в моем понимании арбитраж был всегда это такой глупый сын дропа и привата то есть по сути владея навыками привата можно из арбитража сделать конфетку на самом деле получать огромные деньги а не заморачивать себя поиском вилок непонятно вот раздутие штата то есть вот это вот это грустно потому что я знаю очень много арбитражников и их не обидает вот вилки 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 и постоянное падение маржи приход амазона вывоз товара продажа в ноль не лучше ли как-то сесть там бумать и меньше но качественнее делать полностью согласен для этого как бы я и ушел в арбитраж изначально чтобы разобраться как он работает какие процессы и сейчас у меня есть три стратегии которые совмещаются скажем так как я называю и полу а полу пл для того чтобы им прийти нужно я лично для меня была главная задача первое разобраться заработать денег и вот эти все монтонные процессы которые в однажды уже просто убивают верную систему сделать такую систему чик-листов чтобы я этим не занимался короче я так понимаю ты хочешь перекинуть на чужие плечи и зарабатывать с автоматизации короче поэтому любой бизнес-процесс любую корпорацию возьмите вырастали только те которые делегировали все процессы и занимались только уже направление здесь то же самое поэтому я посидел четыре месяца самостоятельно и потом взялся за голову и начал заниматься оцифровкой делегирование у меня получилось а то что у меня есть цель и находить действительно уже приходить такой полу а полу пл как это чему съесть так что я под этим понимаю у меня в паэле сейчас работает три товара больше приближает два года как эти три товара он там прыгают процентов 15 плюс-минус по доходности ничего не происходит я зарегистрировал торговую марку и сейчас я рассматриваю стратегию которую покупая уже физические товары находящиеся в сша в сша неважно это могут китайские товары в эту же линейку либо у производителей американцев мелких ширпать свой бренд и непосредственно уже вести на amazon все кричат что это невыгодно есть это выгодно вести внешний трафик с того же google потому что фейсбук мне не очень нравится это все-таки больше хайп а google до сих пор работает и отлично но это как везде главная задача маленькими партиями купить завести 20-30 товаров сделать простой листинг сделать простые фотографии направить сюда платную рекламу и те товары которые зацепились и работают оставить остальные распродать так это у нас получается еще раз помедленнее у нас получается известный продукт я не пойму это известный продукт берем или собственно это продукт берем стратегия заточка под бренд мой зарегистрирован сша давай отмотаем назад вот смотри одно дело мы берем известный бренд американского мировой мы его взяли то есть чем отличается онлайн от привата он отличается исключительно тем что приват никто не знает и я двигаю листинги сам всегда онлайн арбитраж у нас есть несколько вариантов как мне объяснили первый момент это как я себе понимаю прицепиться куда-то где уже все продвинуто и продается и ты получаешь свою часть байбокс 10 процентов 2 процента 50 процентов ну сколько получишь короче вот оценник там будет естественно твоя себестоимость зависит от того находишься в штатах если у тебя посредники покупаешь этой большой партии где ты хранишь товар ну то есть твоя маржа будет зависеть от многих моментов первую очередь от количества денег и потом все от всего остального вот но есть варианты вот как сейчас я вот услышал это сделать отдельный листинг который мы принципе так как работа на привате можем без проблем сделать и фото и 3d рендеринг и вообще реально конфетку сделать лучше чем у самого бренда она но нас могут смержить ну ладно предположим нас не смержет мы наденем мы можем туда гнать трафик с гугла и весь байбокс забирает на себя какой-то коротенький промежуток времени потом когда мы байбокс проиграем нас все равно мы ничего гнать не сможем да основная проблематика скажем так твоя восприятие но я же такой же был пельщиком и остался то что мы все равно это время процесс запуска может у кого-то он происходит за месяц я не как бы меня процесс запуска нового товара составляет среднем месяца три от поиска до небольшой оптимизации закупки тестовой партии ну в общем три месяца соответственно дальше все равно так иначе чтобы добиться нормальной цены где-то нужно покупать 300-500 штук я сейчас говорю по своим товаров соответственно я не до конца не уверен что этот товар лучше продаваться я понял онлайн арбитраж какое отношение имеет все понятно с приватом и сейчас не оплевать и говорим прож первое что дает почему я всю информацию которая по поиску вилок я ее собираю потом просматриваю во первых находятся такие товары волны которые вообще сделаны левой ногой но не продаются мы не знают грубо говоря там бейсболк грубый пример там бейсболка красного цвета вот почему-то бейсболки красного цвета продаются и брендовые не брендовые отлично понятие слова отлично для пл не знаю там я для меня для плита 500 от 500 штук месяца потому что он день нормально продается а ну почему потому что вы закупаете вкладывать время ресурсы а по если товар продается 20-30 штук в месяц это нормально соответственно если вы можете купить товар с доставкой максимум полтора две недели 20 штук то вы просто массово можете запускать эти товары вкладывая там уже там трешку-пятерку размазав не на один товар размазав на 15 на 20 и для того чтобы максимально его запустить вы еще пускаете трафик с гугла а если правильно оптимизировать пол и губовский трафик он тоже зарабатывает вот собственно моя моя как бы моя мысль моя стратегия я никого как бы не уговариваю сейчас я вижу и то что чем я сработаю будет результаты если пожать ничего понятно надеюсь мы в самом этом в любом случае бы чем поделиться с тем аккаунтом который ты возьмешь сергеем и попробуйте действительно как это на дня хороший смотрел там девиз нашей семьи покажи мне деньги покажи мне деньги джерри магуайр пересмотрел 20 лет недавно на самом деле количество стратегии как бы до подходов просто невероятно это понятно конечно главное чтобы она была победа иметь какое-то базовое понимание базовую команду и выделять бюджет или менять допустим чем прошло тем что для теста с возможных стратегий минимальный бюджет 100 200 долларов ну там я тут товар заинтересовался на кого-то бренда он не представлена у них большая линейка для теста достаточно там 100 долларов и неделя-две чтобы товар заехал на мазок как бы листинги простые ты понимаешь что ты не целишься в продаже там огромнейший я достаточно 20 30 50 месяц этого товара продавать и как бы все отлично и таких товаров может быть очень много понятный подход как бы лучше больше не ну понятно мы понимаем что дропы онлайн идет количеством искаю они количеством объема продаж то есть мы все это понимаем из-за этого я говорю для меня для меня онлайн орбитаж это чистый опыт много денег много знаний какие товар продать какие нет где есть зазоры там работать плюс надо забыл не забывать что мы работаем на чужой площадке и в любой момент нам на голову может упасть а сам amazon и торговать и всегда выиграть от бай бог то есть все это понятно ну понятно двигаемся дальше короче вопросом сергей спрашиваю делать и свои листинга а я имею ввиду создание своих банков сетов я скатился от пл до а скажите если научиться находить поставщиков вилки мне это будет больше нравится ну как бы человек умеет делать то есть работал на пл то есть он понимает что такое собственные листинги я могу записывать и свои как бы даже сегодня записывал видео на курс как раз так сильно кислинг быстренько он создается по не знаю пять шесть минут он еще имеет ввиду чтобы англой вот как раз о том я говорил на что они отличались именно и стратегии тоже интересных это банк и уже грубо говоря не стоит оперенитет где я хочу пройти некоторых людей и русскоязычных и англоязычных обучения ипотесий потому что я вижу при поиске попадается довольно часто интересный банды которые отлично продаются и есть продавцы которые только затачивают себя под банку и там все отлично поэтому да рабочая стратегия она мне интересно но пока еще времени и ручки не дошли сейчас я запущу администратора полноценно пассажир который будет уже последнюю операцию делать за меня тогда я полностью переключусь на вот эти статей не которые последний вопрос думаю на 7 достаточно если методика работы на вилке где есть амазон по опыту некоторые вилки стабильно продают вдвоем с amazon даже лучше чем с 4 5 10 ибо некоторые просто забивают продажи в ноль ну то есть я так понимаю что amazon бывает все продажи забирает байбокс а вот не все по какой причине люди не понимают ну вот я так же самое рассуждал тестил спрашивал анализировал и в итоге пришел к тому мнению что листингов без амазона достаточно и если я вижу amazon одно из правил чек-листа данный листинг я не заходил а если он появится что делать если он появится дальше стратегия я товара рассчитываю так закупаю чтобы товара было на остатках не больше чем на две-три недели соответственно листинги невысоко оборотистые обычно это там 20-30 продаж в лучшем случае на продавца так это в среднем 5 10 соответственно остаток 5 единиц в лучшем случае за пару месяцев они все равно улетают потому что все равно amazon дает байбокс только очень маленький маленький остаток даже небольшой минус без проблем распродается и в целом сам аккаунт включить моя стратегия ничего другого я так ну ладно не продается товар предположим 10 единиц товар какой-нибудь там по 50 баксов 500 долларов обидно что мы делаем в этой ситуации к примеру нет дальше во первых тоже категория я не беру товары дороже не ну я грубо ну пускай для человека 100 долларов жалко например просто есть какое-то количество товара который зависло мы его вывозим оставляем на препе ждем когда что-нибудь изменится если мы сейчас говорим что зашел на amazon то все равно став по цене на amazon рано или поздно он после бывает начинает понижать цену рано или поздно останавливается вы все равно 5 единиц за 2-3 месяца продадите ну это по факту потому что когда приходит amazon вывезет вам первый если листинг реально бешено продает и там 200 продаж 300 продаж в месяц вы автоматически продадите эти пять штук если продажи мало amazon может через неделю выйти и собственно поэтому нет таких случаев когда ситуация безвыходной если вдруг действительно есть третий случай вам никто не мешает создать свой листинг перевести туда эти товары не вывозят с амазона физически вот я как раз при рестарте хотел сказать рестартов на amazon отвалился это даже не рестарта получается физически я лично переводил до 20 штук единиц вот вы завезли товар на один листинг какой-то причине хотите генетичный товар перевести туда листинг вы просто пишите техподдержку вот такой-то такой-то осин и они просто сами его перенаправляют и все понятно хорошо думаю на сегодня будет достаточно через две недели встретимся посмотри какой у нас будет результат по деньгам что там за курс расскажи тогда вкратце если у тебя этот самый презентаж к да там обещал для группы сделал скидку какой-то да да значит я сейчас получается 22 сентября выбирать второй поток стоимость курса 300 долларов ну все кто смотрит будет сказать лайв и интересна эта тематика 50 долларов скидка соответственно курс будет стоить для всех 250 долларов соответственно чтобы было проще понятие что как бы ну почему 250 долларов просто там сообщение в общении со мной озвучиваете что вы как бы посмотрели вебинар с денисом и мне будет понятно и все по честному как бы я с открытой душой вам сделаю скидку ну в принципе вот так я считаю это недорого так что смотрите сами понятно что на рынке огромное количество людей консультирует что по привату что по дропу что по онлайну ничего здесь такого нет это нормально вот каждый выбирает себе там что нравится моя задача могу честно сказать одна посмотреть попробовать получится 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 не получится не получится расскажем как есть если не получится просто закончим этот проект будем двигаться дальше вот моя как бы моя цель и задача надеюсь сергей там найдет на вилок ложек половников и будем торговать ну не найдет ну не найдет что делать ну один из десяти аккаунта будет заниматься онлайн арбитражом я ничего не вижу в этом такого пока пока я не рассматриваю конечно как бизнес я просто рассматриваю как очередной как это сказать шаг да даже не инвестиции надо инвестиции только деньги вкладывающие ничего не складываю я не за курс не заплатил я в товар не вложил да то есть если меня например там найдете кучу вилок и мне надо будет там денег вложить вот это начнется инвестиции вот посмотрим какая у нас реально будет маржа и будет о чем говорить сейчас на данный момент пока ничего нет то есть даже рано говорить об этом сейчас интересно помимо заработка и всего остального действительно посмотреть на amazon с другой стороны потому что реально по привату у нас так жестко прессует и мы я уже это самое ну в таком супер спокойном состоянии нахожусь у меня там аккаунты банят листинге суспендят мы их восстанавливаем то есть у нас такая какая-то идет такой не по ней непонятная движуха и мы а в приват я шел ради стабильности то есть я надеялся там будет самые длинные деньги будет перспектива стабильности все остальное ну ее нет ну вот ну нет вот из-за этого я никуда не падаю там в дроп в онлайн мы привате зарабатываем нормально но просто реально стабильности нет а я все-таки говорю хотел бизнес строить а не ошкуривать американцев а на данный момент мы их просто тупо ошкуриваем и все сегодня мы ошкуриваем завтра нас ошкуривает кто-то на этом юрист американский чтобы разбанить вот ну и как такая история двин двинуться хочется до двинуться хочется дальше и все-таки чтобы стабильность была большим и потому что все начиная с чего-то мы начнем с этого а там дальше посмотрим даже не про курс вообще права потому что курс это хорошо но кроме меня есть куча ребят вообще организации которые рассказывают про это то я лично себя вижу во интересные большие перспективы и самое главное то что он действительно для меня больше математик потому что в пл все-таки больше какие-то эмоции потому что фотографии оптимизация не про ключи а про фотографии вот эти все моменты аудиторию здесь все проще здесь математика часы количество сотрудников рои и количество просмотренных скажем так она все подается понятным расчетом и как бы на данный момент мне очень это тематике мартика интересного который просит деньги и масштабируется понятно в принципе какие если еще есть вопросы давайте дожмем и закончим на сегодня через пару недель встретимся посмотрим что получилось чем там есть я в европе курс не пригодится только честно хороший вопрос я честно отвечу я не знаю потому что я не знаю как у вас вопросы связанные с и войсами если мы за центрами в европе как к этому относится amazon и производители брендов в европе и второй момент как вы будете покупать нет ребята спрашивают многие я бы спросил вот вот ту информацию которую ты даешь можно или использовать в европе вот и все то есть потому что многие многие то есть если мы говорим про поиск милок про анализ да если мы говорим про юридическую составляющую сока вон там связанную с другими моментами вам нужно разбираться самостоятельно насколько я знаю что в европе дропшипер соответственно якобы вопросом скорее всего его тоже может он делать постой ответ понял ну то есть вот сами любом случае контакт оставим обратитесь пообщайтесь лично я думаю какие проблем нет не легче скинь или в фейсбук группе в в мероприятии скинь про свои контакты ребят к себе обратятся да ты там уже уточнишь потому что ну например вот как мы обучаем привату ко мне очень многие спрашивают совершенно не те вопросы которые я вообще для себя вижу то есть основной для меня основное это понимание понимание глубокое понимание вообще процесса все где тонкие места где толстый где действительно можно заработать где нет к ну вот я вложу 5 я хотя бы 1000 буду зарабатывать ну то есть такие вещи которые или там а как мне вот что-то такое техническое действие сделать вот а для меня вот мне интересно тогда когда человек действительно ну как бы типа прошел обучение и через короткий промежуток времени я могу ему позвонить и что-то у него самого спросить потому что он в какой-то нише торгует который я не торгую у нее есть собственный личный опыт я ему должен заложить вот эту базу знаний с которой он может спокойно пользоваться и дальше двигаться не то что там без моей помощи или без чьей-то просто он уже на равных и все там ничего нет твои шишки это твое богатство которое да то есть если вам это надо то я так понимаю да если вам нужны нюансы связано например там приват европа-америка конечно там есть разница есть разница налогобложениями есть разница с всякими условиями там англия германия даже языки в листингах то есть есть нюансы однозначно есть программы которые там там не работают вот но сейчас вот мы в европе начинаем потихонечку запускать товары посмотрим посмотрим как это будет я буду рассказывать про сейчас пока об этом рано вообще чего-либо говорить вот здесь посмотрим онлайн просто мы хватаемся за все меня был всегда девиз хочу знать все чем я больше знает тем я более ну как бы раскрепощен что ли то есть у меня нету таких субъективного мнения о чем-то то есть попробовал смотрел понял двинулся дальше мое не мое математика математика классно мы принципе посчитаем посмотрим выгодно это или не выгодно так значит на все вопросы да как бы в личку пишите без проблем я человек довольно открытый честный поэтому если я приват я понял ответ на вопрос я честно скажу что отвечу если не знаю я не буду пытаться как поселить либо на себя туманно я честно скажу что знаю потому что я не могу все знать человек так анонс соответственно проблема короче вот с этими вебинарами с анонсами то что народ забывает просто на мероприятие записывается на 50 100 человек а приходит 23 вот я не пойму когда когда анонс я бывала за неделю анонсы дел на мероприятия то вообще по 100 по 200 человек набирается а приходит 10 то есть из-за этого я стараюсь вот за день за два вообще у нас понедельник четверг как бы идет сегодня у нас просто да не планы потому что у нас к ну и лето все отдыхали лето конец весны сейчас вот 8 начинается как бы все начинают потихонечку оживать мы с удовольствием хочется интересный формат делать по поводу приваты ничего не сворачиваем как основная была так и есть вообще никаких проблем в этом я не вижу даже даже не задумываюсь онлайн арбитраж я разговариваю я не против создать команду который бы занимался любыми что принесет что принесет доход почему нет хоть в австралии хоть в австралии дропшипинг не плевать ко мне человек придет классный эксперимент который возможно даст ему новые возможности понимание в новой стратегии а для меня это возможность в полос объявить на большую аудиторию что я что-то умею и возможно могу вас научить да мы открыты сотрудничество с любыми если ко мне кто-то придет и скажет у меня есть тема там я не знаю вообще даже не связано с амазоном и и там реально видно можно что-то сделать или саморазвитие хотя бы то есть просто развиться я там и чат-ботами мы разбираемся и фейсбуками всем остальным чем вообще в жизни понятия не имел то есть приходят люди и почему бы нет и сами учимся сами это используем или вообще параллельные действия то есть здесь собрано сообщество людей которые просто вкладывают зарабатывать деньги в обычные бизнесмены крупные мелкие там и так далее вот то есть мы вписываемся в любые в любые истории будет кикстартер будет еще что-то то есть я со всеми общаюсь удовольствием приходить и будем там коннекции мы синергетический эффект создавать вот может что-то и выстрелит почему не так что это никуда не уход это просто расширение и кстати у нас ровно два года назад я начинал с товарищем у нас был я гнал видосы даже на youtube смотри старенький рассказывали также по приватам и запускали товар принципе у нас зашел продавали я за него отчитывался но он какой-то стагнации вошел там там 20 продаж в день и прямо вот насмерть но все время естественно знание нас было меньше инструмента было меньше денег было меньше ну поработали рассказали был спрос принципе интересно вот как раз на такой камбэк назад и мы получается два года теперь на онлайн онлайном занимаемся отлично на самом деле развитие это всегда отлично сюда прикольно весело и вживую на самом деле понравилось что сегодня у тебя ты включал еще ребят не нет все здесь любой вот то приходит да весь весь смысл именно в том чтобы вообще все создавалось именно интерактив то есть мне не интересно и описание нас знаешь там с этим как потому что каждый свое мнение свое знание понимание вопросы ну да что тебе вопросы задавал от непростые ребята я их всех знаю мои друзья да да то есть тут в любом случае все серьезно людям и то есть нормальные вопросы все правильно так и должно быть принципе всем спасибо кто приходил завтра у нас будет тоже прикольная тема так что за сутки предупреждаю да еще раз все большое спасибо спасибо денис тебе за возможность выступить сергею спасибо за то что доверил свое время для обучения ну как бы все будет у нас красиво грамотно главное теперь просто хорошо поработать да по поводу последний вопрос здесь был еще одну часть можно купить я не знаю вы там лично соединитесь соединитесь пообщайтесь вот и тогда уже там решите контакты сейчас кинем все фейсбук спасибо всем спасибо всем пока до свидания